Всем привет, ребят! Дела у меня вот так И это, между прочим, не окей Это очко Короче Сегодня четверг, 19 ноября Сейчас я Грею машину, чтобы поехать к гомеопату. Я сажусь, и мне пишет Вылезает значок, который Первый раз в жизни я вижу в своей машине Неисправна система безопасной Парковки Ну, конечно, я же во льду встаю Какого чёрта? Так, ну давление в шинах Это я знаю, как бы, это у меня началось позавчера Я всё никак не доеду Ну вот это, чё такое? То есть я сажусь, да? В машину Во-первых, всё во льду Я чуть не подскользнулась, я не знаю, как я сейчас пойду Это моё стекло, я уже должна ехать Я как бы знала, что на улице Там мороз, да, я думаю, ну погрею машину Окей, ну да, подожду Но я не ожидала, что всё будет во льду Мне в 11 нужно быть У гомеопата, а ехать мне 26 минут То есть я уже опаздываю А я не знаю, как я поеду Мне ещё придётся ехать очень медленно Из-за того, что у меня, блин, колёса на летней резине Охренеть Ну красиво зато Но я вот сижу, думаю, такси, может быть, вызвать Даже я не знаю уж, что делать-то Не получилось Я в шоке По моим подсчётам, ночью было минус 100 Так, ребята, мы победили Я в маске, потому что недавно я была на чистке И у меня там жуткие болячки Но на самом деле Они меня не пугают Потому что я знаю, что завтра, послезавтра их уже не будет И не будет этих прыщей, которые у меня там были Но кожа моя всё равно Ну, ещё просит уборки А, чё, мы победили Я в своей машине, не в такси И это ура Я прям вот заказала Потом такая Отменила Думаю, ладно Взяла свою вот эту швабру Пошла долбить стекло Ну, не долбить, ладно Она уже немножко подрастала И я его просто... Ему помогла Потому что машина у меня уже вся горячая А вот стекло просто замороженное Какой-то кусок чего-то Я еду к гомеопату Опаздываю на 20... Ну, 30 минут 25 минут Пока припаркуюсь Ещё медленно еду Очень Я ему написала То, что... А, ещё у меня датчики парковки накрылись Поэтому постоянно будет пищать периодически Потому что у меня машина думает Что я сейчас врежусь в кого-то сбоку Или справа-слева В общем Доброе утро, девочки! Я сегодня молодец Я сегодня встану В 9 20 Прикиньте! А? Не усыдали? Я очень тяжело вставала Я ещё проснулась Подошла Первым делом Знаете, не ванну Там туалет Нет Я пошла на кухню Смотреть в окно Увидела весь этот ад И подумала Блин! Сейчас чихну И подумала Зачем оно мне надо? Не, ну понятное дело Вышло Немножко поднакрасилось Ну, чтобы можно было снять что-то для вас Тоже симпатичное Но болячки своей всё равно никуда не деть Вот опять Да я не урезаюсь! Тупая башка Я не могу с неё В общем, я жду Есть вероятность, что у меня либо датчик какой-то накрылся Сдох Либо они просто заморозились И пока ещё не отморозились И не понимают, что происходит То есть им кажется, что лёд это как бы машина Или какая-то там субстанция Ну, это, конечно, всё Это даёт дорогу Надо быть конкретным А, вот Я написала гомеопату То, что Здравствуйте Доброе утро Я вышла Машина замороженная Не понимаю Погоду вообще не ожидала такую Опаздываю к вам Ну, на полчаса Для меня очень важно К вам приехать Скажите Вы сможете принять меня? Ну, я как бы Ну, надо же предупредить Просто если он скажет Стой, нет, ну, как бы полчаса Всё Ну, нет У меня там дальше занять Всё Вот Ну, как бы, видите Я предупредила заранее Я же не знала, что такое будет Да Я же не специально опаздываю На как хрен тогда я в 9 утра встала Да Ну, как бы Не для того же, чтобы опоздать И никуда не поехать Вот Вышла я за Получается, ехать Мне 30 минут показывал А вышла я за 40 Думаю Ну, 10 минут машину прогрею Ну, чё В итоге, я не знаю 20 минут, наверное, я сидела Её грела Ну, и плюс, пока я сидела Время увеличивалось И увеличилось Не знаю, конечно Что там в итоге получится Но еду Главное, что он написал Что он меня ждёт А потом После гомеопата Я поеду К своему мастеру Делать педикюр Кстати, она мне порекомендовала Гомеопата Которым она сама ходит И вообще кайфует И она мне как раз Когда-то давала Эти шарики попробовать Когда я болела Она мне дала И как-то мне так легко Всё было Ну, это давно, правда Было, не знаю Год-два назад Вот я пробовала Эти шарики Ну, понятно, что я Без понятия Помогли они мне или нет Потому что Ну, может, мой организм Сам справился Но здесь Как бы будет интересно Наблюдать Да, потому что У меня всё-таки прыщи И как бы мы знаем Что прыщи Просто так с неба не падают То есть из-за чего-то они А ещё, если меня плохо слышно Извините У меня просто обдув максимальный Работает Из хороших новостей Я еду И опаздываю Всего лишь на 20 минут Также из хороших новостей Вчера вызывали электрика Позавчера я купила люстры И да будет свет Теперь у нас есть свет В комнате, где я работаю Где у нас гостиная типа Там теперь есть свет Теперь вот заходишь туда Свет включаешь И как бы всё видишь Круто Очень реально круто Со светом жить В коридоре тоже свет Прям комната, знаете С другими красками заиграла Конечно же Я ничего не успела поесть Вам интересно Как продвигается моя диета В принципе Как я и думала Как я и планировала Что я буду соблюдать диету Да Просто буду стараться правильно питаться Откажусь от продуктов Которые я ела Которые мне плохо делали Там чипси Лейптон И макдональдсы Фастфуды все Ну что ещё Ну сыр Да, понятно Сыр я не ем Единственное Из молочки Так называемой Что я употребляю Это безлактозное молоко В кофе Один раз в день Но я, блин Очень хочу Люблю Вот Поэтому, конечно Тяжело сразу взять И от всего отказаться Что я, в принципе Не планирую Делать Но, знаете, всё равно Дело не в том, что я там Какая-то слабачка Ещё что-то Я просто Я не хочу Брать и мучить себя Знаете, потому что Мне уже хочется Чипсов каких-то съесть Ну, не сейчас Понятное дело Сейчас мне хочется Вообще какой-нибудь Томблетик Может заточить То есть я Я к тому Что я не исключаю Из своего рациона Всё Да И не исключаю То, что По сути Должна исключить Сахар, хлеб Да, вот какие-то Такие моменты То, что мне врач Ещё сказал Нет Я этого делать Как бы сейчас Точно не буду Я просто сейчас Стараюсь правильно питаться Без всякого Ну, говна И Меня это вполне устраивает Потому что Мне не нужны Всякие потом Проблемы в голове Типа Я не могу позволить Тебе съесть Бутерброд Или хлеб Ну, как бы Не знаю И мне вот это Вот не надо Чтобы потом У меня какие-нибудь Развивались Эти самые В голове Как там это называется РПП Чтобы потом В какой-то момент Я сорвалась И как сумасшедшая Начала пожрать Всё подряд Ну, типа Я этого не хочу Я не буду себя Ограничивать Как-то И психическое Своё здоровье Тоже портить Типа Моя жизнь Нектёмная Я не могу Съесть сахар Не буду Вот захочется Мне, знаете Чипсов Возьму и съем Немножко Парочку Штучек Просто Чтобы потешить Свой животик Но я пока Держусь Вино не пью Да Алкоголь не пью Кстати Нормально так Да В принципе Ужин Нормальный Единственное Что я меньше Стала есть Из-за этого Потому что Обычно Благодаря винчику Я такая О, вкусненько Дальше поехали Я уже, кстати Приехала Почти 3 минуты Говорит Мне уже надо Паркинг скат Вот мои хорошие По поводу лекарств Я их, кстати Бросила пить Все это очень Жутко звучит Типа начала Я их, что там Ну там не такие лекарства Типа Другие Как больше Как травы Какие-то Для желудков Еще что-то Я показала Своей подружке Наде То, что мне прописали А Надя Вы знаете На медицинском Учится И она вообще Очень много Что сечет И полезного знает И классного Вот Поэтому я Всегда к ней Обращаюсь За такими советами Вопросами И она вообще Не поняла Прикола Того, что Мне прописали Она говорит Что за дичь Зачем Потом она сказала То, что мне сказали Да Что вот у меня Какая-то фигня В животе Какая-то вода Она говорит Типа Че Ну типа Эта вода Может быть Там Грубо говоря Что-то из-за месячных Какая-то такая вот фигня Она сказала Еще что-то У меня не взяли Те анализы Которые в идеале Надо было взять Тот же кал Да Ну там Типа Чтобы что-то проверить Еще какие-то То есть внутри Как-то проверять Да Гастроскопия Наверное Мне что-то такое надо То есть Мне не совсем понятно За что я отдала Тридцать шесть тысяч И еще потом шесть тысяч За прием Так У меня не главное Да Понял Привет ребята Все Пора вам показать Да Хоть и все равно Стоналкой Но вы и так видите Что у меня здесь Дикие корочки Сейчас я их замажу Я выходила на улицу Там сейчас снег идет Можете писать Что это не гигиенично И засовывать потом ее обратно Ведь в микробах Это плохо Я вам так скажу Мне пофиг Пофигу мне Можете злиться на это Беситься В общем рассказываю Вчера я была у гомеопата И я к нему сходила Потом я вам ничего не записала А еще у меня рука болит Потому что мы ходили на мусорку И столько всего тащили Хотелось за одну ходку Все сделать Ну знаете Слава уехал на дачу Сразу расскажу для тех Кто не в курсе Я уверена таких людей Очень много Думаю половина Точно даже не знает Что такое Кто такой гомеопат Ну можно назвать Это нетрадиционной медициной Так называемой В общем есть Классический Тоже так называемый Гомеопат Который лечит травами Я у такого не была Я не знаю По какому принципу он работает То есть он просто На тебя взглянул Я так понимаю У меня бабушка Ходила к такому гомеопату Давным-давно Она мне рассказывала И то что я ей рассказывала Что было со мной У нее такого не было Поэтому я предполагаю Что такой гомеопат Который лечит травами Он просто на тебя Такой посмотрел Трава Не знаю Без понятия Там не была Ну просто вот Мое предположение Потому что он никак Получается ее не проверяет Наверное Ну наверное Человек приходит И рассказывает Что у него болит Что он лечил Что не лечил Где его Что он беспокоит Но это как бы Не мой случай Да У меня другой Гомеопат Гомеопат ВТР Что это значит Не знаю Что это значит Просто я постоянно Там какая-то ругань Там кто-то валяется Врезались что ли Дичь Походу врезались Вечно меня кто-то отвлекает Так вот Гомеопат ВТР Вегетативный Резонансный Тест Так Один из методов Электропунктурной Диагностики Выявляющий Дальнейшее развитие Электропунктурной Диагностики По методу Р Фолля Вегетативный Резонансный Тест Позволяет проводить Интегральную Оценку Состояния здоровья Человека И осуществлять Топическую Диагностику Определять Эффективность И переносимость Различных Гомеопатических Средств Собирать Оптимальные Режимы Схемы Электромагнитных Физио И рефлекто Рефлексотерапевтических Воздействий На пациента Это вот как бы С чего я Начать хотела Как прошел Мой прием У гомеопата Я пришла Он мне дал Такую железную Палочку В руки Типа вот такое Только она была Железная Или металлическая От нее шел провод К его компьютеру А правую руку Я положила на стол И вот в этот палец Он своей металлической Какой-то палочкой Которая тоже шла К компьютеру Просто представляем Вот сюда нажимал И когда он нажимал На палец Видимо там какие-то токи Через меня проходили Я не знаю То есть боли Я никакой не чувствовала И каких-то ощущений Тоже плохих нет Вообще просто Спокойно сижу Сижу Нужно было быть Абсолютно в расслабленном состоянии То есть я держала Не вот так вот А просто вот сидела Расслабилась Руку на стол положила Ну вот как бы Надо было расслабиться И у меня когда нажимала Там постоянно был звук такой Типа Изобразить идеально не смогу Суть не в этом То есть при нажатии Видимо соприкосновение Какое-то Происходил звук Ну и вот И я так поняла Что у него есть База данных Каких-то разных импульсов Разных бактерий Там вирусов Каких-то болячек Инфекций В общем всего такого Все это у него забито В компьютер И также он наверное видит Ну не наверное Сто процентов Да Судя по тому Что он мне сказал Видит Биополя Человека И он мне сказал Вообще Как Вообще Как все было Сначала Он меня смотрит Смотрит Мы с ним болтаем О чем-то Я ему рассказываю Про свои болячки Про свои проблемы Куда я ходила Кому я ходила Он мне говорит Что вот это Гинекология Точно Хотя Ну Я тут недавно Только где-то Что-то посмотрела Что это все миф Что вот это Вот все части лица Никак не связано С твоими болячками Или с твоими органами Ну как он сказал Что это точно Гинекология Это точно Желудок То есть это два Моих проблемных места Чтобы вы понимали Я ему верю Слава надо мной Всегда ржет В этом плане Ну как ржет Просто я реально Я верю во все Типа мне астролог Что-то говорит Типа Юль У тебя вот так Вот я говорю Да Ты понимаешь Что мне это будет То есть я во все верю Ну нет Я конечно понимаю Что нужно адекватно Относиться ко всем вещам Но я вот такой человек Да Точно То есть я вот этот человек Блин Вот я думаю Почему у меня так Короче Суть в том Что я уже была У гинеколога Неоднократно Сдавала анализы Всякие маски Что надо Что не надо То есть реально Причем ни у одного Я врача была Все у меня там Хорошо И мне поэтому Типа вот какие-то моменты Непонятны По поводу желудка Да Ну наверное Наверное Плохое питание Еще какие-то там моменты Но это как бы А да Что касается Лекарств Гастроэнтеролога Я от них полностью отказалась Потому что я их два дня попила Потом встретилась Со своей подругой Надей Которая все это показала Она сказала Не знаю почему Ну вот, как бы, кандидат медицинских наук, моя подруга Надюха, которая учится в медицинском, ей я верю больше, как бы это странно не выглядело, но врач, который назначает тебе 11 лекарств, и говорит, что если у тебя будет интоксикация организма, ну, если ты подыхать начнёшь от яда в твоём организме, ты просто к нам приходи, делай у нас капельницу раз в неделю, ну, она 3 500 стоит, ну, чё, чё, чё тебе? Я подумала, ну, типа, ну, за***сь, не хочу, спасибо, то есть, короче, Надя говорит, что то, что она, то, от чего она меня, типа, лечит, ну, как лечит, в общем, типа, диагнозы какие-то, которые она, у меня нет конкретного диагноза, просто она мне, мне кажется, решила меня просто от всего вылечить на свете за один разок, и она говорит, что вот то, что она делает, она не, ну, не может тебе назначать такие лекарства, пока ты не сдашь как минимум другие анализы, да, которые я сказала, вы ещё перечислены, и помимо крови, потому что я туда кровь сдавала, тебе, как минимум, должны сделать гастроскопию, чтобы увидеть, что у тебя там в животе, ну, типа, это невозможно по УЗИ увидеть какие-то такие вещи, не знаю, почему-то я Наде больше верю, а не кандидату медицинских наук, для меня это реально странно, я за вот этот приход в эту клинику в центре, я скажу сейчас, сколько я потратила там, Минуточку 36 плюс 6 4 42 тысячи 42 тысячи я потратила плюс где-то, наверное, не знаю, тысячи две, ну, меньше пускай, я не помню, сколько стоили эти лекарства Ну, допустим, полторы тысячи Ну, ладно, пусть будет две, на лекарства, то есть получается 44 тысячи я потратила на вот это всё веселье, да То есть у меня очень такой интересный путь в жизни сейчас идёт, я не знаю, кто меня вообще за жопу укусил, что я вдруг начала этим заниматься, наконец-то, да Казалось бы, уже можно было давно решить проблему с кожей, давайте вспомним все мои вот последние пути, я пришла к дерматологу в центр, который у меня рядом с домом, типа, тоже, типа, поликлиники Пришла туда, 1900 там заплатила, мне, как бы, он выписал две мази, Озелик и Эли Делл Я ими пользовалась месяц, хуже только стало, так скажу Ну, кто-то сейчас напишет, надо было продолжать, надо было продолжать, чтобы три месяца было В какой-то момент, когда я поняла, что улучшений вообще не было, то есть обычно, как бывает, ты пользуешься, как-то лучше становится А потом, может быть, да, что больше появится, но потом вообще офигенно станет Я знаю всю эту технологию, технику, но обычно, мне кажется, ну, за месяц ты уже должен какую-то картину увидеть Я не увидела никакой картины, кроме плачевной Вот, и вот именно маленьких много на подбородке у меня выскочило после вот этих мазей, которые мне не помогли К сожалению Следующий мой путь Я поехала на Ленинградский проспект Просто в хукукуево Очень далеко от меня В какую-то супер клинику Это мне в инстаграме кто-то скинул, посоветовал И я, ну, посмотрела работы, да, вот эти вот, то, что получилось там Были какие-то жесткие прыщи, стал все забысе Ну, я вам это тоже все рассказывала в своих других влогах Я туда приехала за прием, отдала 3 тысячи рублей По итогу я, как бы, что получил-то Получила я, значит, назначение такое Сдать анализы крови Всякие УЗИ тоже какие-то сделать, еще что-то, еще что-то И, как бы, ты придешь ко мне То есть я на второй день месячный должна была это все сделать Ну, как вы могли догадаться, я этого делать не стану уже, да Я просто поняла, что это не мой путь После того, как она мне сказала, что он назначит мне Роакутан И, как бы, да, это была вот вторая инстанция, куда я попала Следующий мой путь привел меня к гастроэнтерологу К кандидату медицинских наук Не перестану это повторять Мне просто совершенно непонятно После... Но зато бабушка мне смешной анекдот рассказала После того, как я ей рассказала Сколько лекарств мне прописали И она говорит анекдот, значит Я не знаю, может быть, он по-другому как-то рассказывается Это вот как я запомнила Приходит пациент к врачу Рассказывает, что у него болит Все, они его проверяют И потом, значит, один врач зовет другого Они отходят, чтобы посоветоваться, посовещаться И, значит, врач такой другому врачу говорит Ну что, лечить будем или пусть живет? Это чисто я, вы понимаете? Кто не понял? Я просто знаю, что есть такие люди, которые... Чего, я не понял? Типа, лечить будем или пусть живет? Вот это то, что вот хотели просто сделать со мной Лечить будем тебя Роакутаном После которого столько последствий, может быть Или, типа, ничего не будем делать, но пусть живет спокойно Без этих сраных последствий и побочек То же самое с гастроэнтерологом Вот я даже боюсь представить Я вообще... Кстати, по поводу вот этой клиники, где мне сказали Роакутан пить Она мне, значит, что сказала? Когда я сдам анализы, приду к ней Она сделает мне чистку, сделает мне пилинг И еще какую-то хрень мне сделает За что я заплачу 10 тысяч И так будет надо делать несколько раз Приходить и всякие штуки делать То есть это как бы та же история, куда я буду очень много денег вкачивать Так что вот, моя дорога привела меня к гомеопату И, возвращаясь к истории о нем Он сказал, что он не может увидеть какие-то импульсы мои Типа, то, что у меня стресс, походу Я закрыта и все в этом духе Ну, в общем, вы можете смеяться, не верить в это Но я верю Он ушел, сказал Я сейчас на 5 минут уйду А ты просто сядь, закрой глаза Там, не знаю, расслабься И луч солнца прогоняй через свою голову До солнца и до земли И так туда-сюда Ну, я сижу такая Он мне дал вторую железную штуку Я уже с двумя сижу И в голове такая про себя Солнышко, земля Солнышко, земля Такая дурка, знаете И как бы представляю, как луч проходит через мою голову И у меня было такое состояние, знаете, спокойствия Просто проблема моей головы заключается в том Вот я не знаю, у кого как Напишите, тоже интересно Я, вот, не знаю Мне кажется, ни минуты Не думаю ни о чем Как это сказать Мне кажется, нет ни одной минуты В моей голове Когда она просто отдыхает Ни о чем не думает Расслабляется Мне кажется, у меня постоянно в напряжении мозг Я постоянно о чем-то думаю Что-то планирую Что-то так Это надо туда-сюда То есть я даже перед сном Понимаете, я не могу расслабиться Именно поэтому мне очень часто тяжело уснуть И я долго засыпаю Потому что я себе что-то там фантазирую О чем-то думаю То есть я не могу просто выключить мозг Не могу Я даже когда сплю Я вижу сны Я их запоминаю Просыпаюсь Такая, нифига, мне сон приснился То есть вы понимаете Мой мозг никогда не отдыхает И мне нужно что-то для мозга Чтобы он отдыхал Короче, я сидела так 5 минут Думала, вообще усну уже То есть настолько расслабился Он пришел Все Типа давайте-ка И он меня начал опять тестировать Проверять И, короче, проверяет меня Смотрит Вот эти палочки Да, все такое И такой говорит То, что Ну Тут не все так просто И он сказал, что Медицина мне не поможет Классическая Потому что У меня Что-то с моими биополями С моей какой-то Оболочкой Внешней В общем, что-то с ней не так Это может быть что угодно И там Не знаю Какая-нибудь зависть И сглазы И Блин, проклятие какое-нибудь Ну, то есть, короче Вот всякая такая шняга И он сказал, что Пока мы не почистим Твое биополе Сейчас кто-то сидит И такой Думает Юля, тебя опять Я понимаю, как все это звучит Но я ему верю Клянусь Я в такие вещи верю Так же, как я максимально верю В то, что все наши болячки Они из головы Реально Нет, ну, наверное Есть какие-то, да Которые генетически передаются Еще что-то там Заболел Еще что-то Но вот просто даже я, знаете Как только я чувствую Какую-то простуду Там, насморк Я уже не болела Я не знаю Когда я вообще болела Последний раз Фу Чтобы не заболеть И Как только я чувствую Что я себя как-то плохо чувствую Ну вот Еще до, блин Короны Я помню, да Как только я что-то такое чувствую Я думаю, так Я ничего не знаю Я не болею То есть я себе Просто внутри Себя не позволяю болеть Я один день Вот как только себя плохо почувствовала Выпью там какие-нибудь Трафлю Еще какую-нибудь шнягу И на следующий день Я уже просто как огурчик То есть я вообще даже не заметила Что мне там что-то плохо было Просто какая-то вот слабость была Я не позволяю себе болеть И вы не позволяете себе тоже И я уверена Что многие вещи идут из головы И я максимально верю в то Что есть люди С какой-то сильной энергетикой Которые там могут завидовать Или я не знаю Еще что-то Просто послать Какой-то негатив В тебя И у тебя начнутся Какие-то проблемы Ну типа Вы можете в это не верить Но вы знаете Что я такой человек У меня там Дизайн человека Астрология Нумерология Там что-то Я генератор И как бы все это Я в это верю Я понимаю что люди разные Опять же Вы можете просто сказать Ну типа блин Я в это не верю Типа Х**а какая-то Окей Вообще базара ноль Я же не против И вообще без проблем Чтобы вы понимали Ну в моем окружении Мало кто вообще Такими вещами заморачивается И думает об этом Так же как и я То есть в основном Все такие типа Ну есть несколько людей В моей семье Которые такие типа Ну хорошо что ты сходила В любом случае Нужно как бы Во все двери постучаться И попробовать узнать И наверняка Все не просто так В этой жизни И как все это работает Он мне зарядил шарики Я уже прочитала Аффирмации всякие Тоже он мне сказал Какие То есть Я не буду вам рассказывать Что там на мне С глаза Не с глаза И все в этом духе Но я как бы знаю Что там в итоге От кого чего Кто чем негативит на меня Мы с ним это выяснили тоже Ну не знаю Посмотрим И он мне короче Зарядил шарики О кстати Мне их надо Принимать На самом деле Это очень интересно Вот в такой фольге У меня Шарики заряженные Они должны обязательно Храниться В фольге Плотно прижать их нужно Потому что Они заряжены Знаете Это как вот это Я заряжаю воду Он их как зарядил Этой же ручкой У него есть специальная Такая тарелочка Он туда насыпал Шарики Мне нужно Три шарика В день выпивать Вот такие Это типа знаете Как лекарство А целом к акцинам Или как его правильно И рассасывать Короче Эти шарики Они заряжены На На то Чтобы убрать Негатив Негатив Очистить мои Вот эти все Биополя Во вторник Я к нему поеду Он меня опять Протестирует Посмотрит И уже Ну если все хорошо Зарядит меня Шарики На лечение Прикол Вернемся К моей диете Что изменилось В моей жизни Я пью много воды Это мне и гомеопат Сказал делать Мне уже надоело Сахар я не исключила Просто начала Меньше его класть То есть если вот В такую чашку Кружку Да Раньше я сахара Могла положить Четыре То сейчас я два кладу В кофе Вот такой стакан Не два А один кубик Сахара я кладу И Ну Ну как бы норм Жить можно Ну блин Я уже говорила Что я не фанат Сахара Точнее Я не люблю Вот там Шоколад Я не знаю Какие-то конфеты То есть Ну я могу Этого съесть Но чуть-чуть И очень редко Вот только если Сильно захочется Но я очень люблю Сладкую водичку Соки Там Сахар в чай Добавлять Люблю Ну не так Что перебарщивать Конечно Но вот у меня Вот в этом плане Что Типа два Там кусочка Сахара Вместо четырех Для меня Ну Очень большая разница Я сразу такая думаю Сахара Ты что Издеваешься Ну а в целом Держись Привет, ребят Я в шоке Во-первых С этой шапки Ей лет сто Это сколько мне лет было Когда мы с Кариной Делали коллекцию Вместе с Айсвэкшоп Даже не припомните Она у меня есть Представляете О боже У меня уже сегодня Грязная голова Но я подумала Господи Я на дачу еду За колесами Для кого мне мыть голову Зато у меня укладка До сих пор Какая-то Легкая волна В общем Я решила Что я заберу С дачи колеса И отвезу их К папе в сервис Там мне их Как раз поменяют И там же они будут храниться Потому что Каждый раз ездить На дачу за колесами Но это не очень удобно Удобно то Что они там хранятся Конечно Да Нигде не мешают Никому не мешают В гараже На даче Но Вот типа В такой же ситуации Как сейчас Да Я окажусь Отстой Потому что я реально Не ожидала Очень быстро Изменилась погода Не было такого льда Снега И я думаю Ну все как бы Я вообще что-то забыла Знаете Типа зима Все Я уже так привыкла Я уже даже забыла Когда обычно У нас что-то холодает Настолько уже Как-то от этого Далеко отошла Вот Ну зря Это было неправильно Вчера мы с Кариной Ездили в центр Пофоткались Потом приехали ко мне Поснимали тиктоки Посидели в ресторане Грузинском Покушали Я взяла себе Хачапури Что еще Интереснее Пью Пью свои Шарики Которые мне Зарядил гомеопат Завтра мне нужно Не забыть ему написать По поводу встречи Во вторник Я ничего не ела И это отстой Потому что Не знаю куда ехать Мы можем заехать В принципе В Братьях Караваевы Но я даже воды Никакой не взяла Ну ладно Там можно воду купить Обычно Потому что я в Братьях Караваевах Кофе терпеть не могу Я вообще кофе нигде не пью Только дома у себя Я не знаю что такое Но у меня прям от кофе В Братьях Караваевах После капучино Ой мне прям сейчас Даже плохо стало У меня прям такая тяжесть Знаете Что вот прям хочется взять Я не знаю Два пальца в рот себе засунуть Настолько вот отстойное чувство Я не знаю Из-за чего это Может у них там Какое-то молоко Вот как бы что я вижу Перед собой Сейчас я пойду Все это убирать Потому что Так ребят Съездила я за колесами Вот они Ничего не снимала Пока ехала Блин Мне похоже на какую-то селедку Мне срочно нужны ресницы Новые И много Дорога была ужасная Меня несколько раз занесло Слава богу Все Не вышло из-под контроля Мне жутко жарко Я пошла домой Ребята Всем привет Мы сейчас Вместе с Кариной И с Катей Приехали в ресторан В центре До этого Мы фоткались в студии Но я поздно приехала Поэтому минут где-то 20 Наверное Я там потусовалась Ну ничего Мне хватило на самом деле У меня особо луков Каких-то продуманных Не было Это так чисто Пощелкаться Было Вот Доехали Сейчас сидим в ресторане Будем заказывать еду Кушать И потом Вот это И потом мы пойдем На Терекс И учиться делать Шпагат Кто из вас Лучше делать шпагат Да? Вы удивитесь Если мы сегодня придем И я сяду на шпагат Я думаю, что не возможно Да, это не возможно Но я никогда в жизни Не садилась на шпагат Вообще Ты не пыталась? Типа не учила Не растягивалась Так что мы все Иду умела Да, я умела Когда нафиг Занималась Помню мои слезы Как мама меня придавливала К стене Вот так вот Ногами Как тренера Меня тоже Ну я немного занималась Но я садилась на шпагаты По-моему, все даже Сейчас у меня отвратительный Левый Поперечный Господи, прости Постоянно Вспоминаю блогера Когда на Терекс Все говорят Сейчас будем садиться На поперечный шпагат Отлично А правый у меня хороший Да? То есть Как бы плюс-минус Себа касается Нифига Но при этом Я касаюсь Иногда Я могу себя коснуть Но я не могу Типа как Аня Конюк Чей-то Встречник Собственно говоря Запислить Она садится Она может прыгать Бегать И все такое Ну в плане Колесо Такое Знаешь На шпагат Да Ей легко А у меня Через больно Направо Я в принципе сажусь Отдвигать Я хочу хуже Сейчас На данный момент Я садилась И садилась Всегда С детства Потому что танцы И плавание И всегда была растяжка И руки Огну Но я Натровала себе мышцу Два раза Один раз провала И год назад Натровала И вот сейчас Опять занятие Вроде Сажусь Но я себя Заставляю Мне больно Очень Сегодня вы посмотрите Ну я не знаю Может я не смогу Снять что-то такое Обказать Но девочки В любом случае Увидят Насколько я Эластичная Это просто Мне кажется Я как дерево Какое-то Мне кажется Я вообще Не гнусь Ну ты мне Ничего такого Ну да Я же не Не тримирую Не сядешь Это просто Знаешь У тебя не нужно Быть цели Ну точнее Цель конечно Но именно На каждом уроке Твоя цель Это не сесть на шпагат А красануть И просто Помедитировать Потому что ты час Сам наедине С собой Без всяких там Гаджетов Сидишь Пытаюсь Считать для своего тела Сделать музыку Слушаешь Там счет Всякий раз Временно Подумать То есть мне уже Это просто в целом Нравится Я отпустила Вот в прошлом году Ровно год назад Я садилась Я пыталась сесть на шпагат И представила перед собой Цель До нового года Сесть Я ходила на 8-10 занятий Бросила в итоге И цели не достигла Сейчас мне так пофиг Сяду я не сяду Ну сяду через год Через два Вообще не сяду Мне просто нравится Когда я себя Доделываю Блин Так и должно быть У меня просто Спортивный интерес Насколько я Вообще Смогу Интересно В любом случае Какая-то активность Вы же всегда Это Злитесь Что у меня такая Скучная жизнь Вам неинтересно Что я ничем полезным Не занимаюсь Конечно же Так что посмотрим Смогу 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 Происходит Я такая модная Потому что я снимала Тиктоки И сейчас я буду кушать Пить вино Которое я не пила Две недели где-то Ну может чуть меньше Десять дней Не важно Ну не пила И знаете Могла бы еще и не пить Но подумала Эх Выпью В общем расскажу Почему я решила Сегодня выпить Бокальчик вина Я не знаю Как там видно Мои прыщи Поставлю цветочки Чтобы отвлечь Ваше внимание От моих проблем Пока я буду кушать Я буду рассказывать Вам последние события Из моей жизни Ах ты Скотта Нормальный А соль Надеюсь Я не переварила рис Потому что мне кажется Много воды налила Ну Сойдет Я не помню На чем мы с вами Там остановились На чем мы с вами Закончили Сейчас я попробую мясо Продегустирую Миф, ты что творишь? Лучше чем в ресторане Который я ела недавно Намного Я гений Гений Вау Ладно Мы поняли Что я гений В общем Рассказываю вам Свои последние события Мой поход В гомеопату Я к нему пришла И он мне сказал Вот что Такую вещь Что у меня Гипоталамус Отсек Такой часть В мозгу В голове Которая отвечает За эндокринную Нашу систему Ну это как я поняла Я могу ошибиться Извините Я Не гений Вы знаете Гений я стейк Приготовить Но гипоталамус Че Он мне как объяснил Что этот мой Гипоталамус Это как бы Дирижер Да Он управляет Нашей эндокринной Системой И вот он сказал Что мой Постоянно пьяный Он мне так как бы Объяснил И сказал Что у меня Постоянно Получается Что вся моя Эндокринная Система Вот такая Типа Чила Он сказал Что если я сейчас Пойду сдавать Анализы на гормоны Например Мне анализ Покажет одно Потом на следующий день Я пойду заново Сдавать анализы на гормоны И мне типа Покажет другое Я тут поняла Что я не сдавала Анализы на гормоны Точнее я сдавала Анализ на Гормоны Короче Щитовидной Зелезы Железы А не на Те гормоны Которые как бы надо Типа тестостерон Это у меня не взяли Почему Так Это вот вообще Меня просто поражает Мой поход к гастринтерологу Который я вам рассказывала Тоже на влоге рассказывала Показывала Где мне подписали 11 лекарств И у нас еще с Кариной Выходил тикток Где мы угорали над тем Что Типа доктор А меня это не убьет Или типа Ну что лечить будем Или пусть живет Вот это чисто та история Это просто Жит Вчера я сходила К другому гастринтерологу Со своими анализами Которые у меня остались Там УЗИ И все в этом духе И что-то такое Все ему показала Я ему все рассказала Он очень удивился Сказал Очень интересно Как вам что-то там Такое назначают Не взяв у вас Другие анализы Не к столу будет сказано Но кал Я говорю Не знаю Потом я показала Гастринтерологу Которому кстати Я заплатила Не шесть тысяч Как тому А две тысячи Это не то что Копейки Ну блин Разница есть Очень немаленькая Заплатила ему две тысячи И он такой Типа что за дичь Что за лють Я ему показала Лекарство Он говорит то что Вот это половина Гомеопатия То есть по сути Зачем она мне это Выписала Да Ну вы помните Один из лекарств Вот это Он мне показывает На лекарстве Ну называет его Это вообще запрещенный Препарат Ну я думаю Что вряд ли Он какой-то Прям супер запрещенный Если я его могу Купить где-то Да В аптеке Еще что-то Но он сказал Что если долго Принимать этот препарат То будет рак печени Я это рассказала В историях Кто-то мне ответил Типа ну так-то Любое лекарство Если принимать долго Будет рак печени Я думаю Во-первых нет А во-вторых Я думаю Что если он сделал Такой акцент Именно на одном лекарстве То видимо С ним реально Какая-то дичь Ну как бы У меня нету Нету каких-то Сомнений Что еще что-то Мы с ним Очень мило Побеседовали Это был уже мужчина Там я к женщине ходила Что он мне сказал Он мне назначил Анализы сдать Которые у меня Почему-то не попросили Не сказали их сдать Ну вы поняли Какие да Не к столу сказаны Сказал что я должна Сдать эти анализы Чтобы проверить Все посмотреть Наверняка И он выписал У меня одно лекарство Все Одно После гастроэнтеролога Вчера я поехала К дерматовенерологу В Сокольниках Есть какая-то клиника Государственная Что-то такое Я туда поехала За прием заплатила 2500 Врач кстати тоже Кандидат медицинских наук Ну это так Но я вам так скажу Я тут поняла Что вообще Настолько Блин Не играет роль Кто ты Кандидат Кандидат Медицинских наук Не кандидат Сидишь ты в частной клинике За 6 Тысячу у тебя прием Или за 2000 Прям вообще не важно Короче Нужно просто найти Своего врача И походить по нескольким Вот что важно И в итоге что Я пришла Ну как бы С проблемой Прыщи Говорю ну чё Чё делать с этим Я рассказала Все свои пути Когда у меня чё началось Когда у меня здесь Появились прыщи Когда у меня их тут не было Чё мне помогало Когда у меня Они проходили Чё я пила Чё не пила Ну типа вот В 16 лет У меня они проходили Потом От антибиотиков У меня прошли Ненадолго прыщи Ну типа все Короче истории Я рассказала Чё как со мной было И она такая Подходит Подвигает такой фонарь К моему лицу Берет такую лупу Смотрит такая На мои прыщи Потом такая Отходит И значит Начинает мне рассказывать Про препарат Который Как бы Мне должен помочь Ну и она так красиво Подводит к этому Вот Это Сертрет Витамин Вот эти слова Которые я где-то читала Видела Ага Все это про Рокутан Ну и она такая Говорит Рокутан Я такая Нет Нет Только не Рокутан Она говорит Да Я говорю Ну неужели Нет ничего Другого Она говорит Нет Не было такого Что она Ну давайте Анализы ваши Посмотрим Может быть Там что-то Мы сможем Подкорректировать И не надо Будет пить Рокутан Нет Она мне сразу Сказала Нет Я думала, ах ты, б***ь. А, про гомеопат и забыл сказать. Он мне зарядил шарики. Вот, ну, как бы, это, знаете, такое, кто-то в это верит, кто-то не верит. Ну, вот, я хочу попробовать все в своей жизни. У меня свой путь, своя дорога. Я хочу посмотреть на эту сторону, на ту сторону и уже понять. Дерматовенеролог сказала мне, чтобы я месяц пила антибиотики, какую-то фигню вместе с антибиотиками, чтобы у меня, ну, от антибиотиков не было всяких проблем, еще что-то, ну, я так поняла, не помню название, у меня там записано где-то. Сделала мне вот эту вот выписку, да, ну, не выписку, а рецепт, или как его, по которому я смогу купить антибиотики. Сказала мне их пить месяц. То есть, получается так, она сказала, чтобы я месяц пила антибиотики, лекарства, которые она сказала дополнительные, и мазала лицо, по-моему, две мази какие-то она назначила. Одна, кстати, диферин, если я не ошибаюсь, так называется. Это как раз то, что мне очень многие советовали в комментариях. Скиноренгель тоже она сказала. Она сказала, что либо то, либо то. И еще что-то такое она тоже сказала мне мазать, чередовать там как-то. То, что мне тоже очень многие писали в комментариях попробовать, еще давным-давно, а я как бы, ну, я и так много всего покупала, потому что мне рекомендовали, и как бы ничего особо не помогало, толкового не было. Ну, короче, делать вот это... Она сказала, чтобы я сейчас никакие чистки не делала, потому что в этом нет смысла. Она говорит, что у меня есть всякие воспаления, и типа не поможет. Ну, в принципе, я с ней согласна, наверное, потому что я сделала чистку, да, как бы, те прыщи, которые меня волновали на тот момент, они прошли, но появились новые. Сейчас у меня очень, как бы, нехорошая кожа, и я очень из-за этого, конечно, грущу. Я тут даже недавно слезу пустила из-за этого. Ну, просто мне обидно, типа, знаете, обидно. Почему? Чем? Чем? Я заслужила такую кожу. Ну, что я делаю не так? Я уже все, все сделала, что можно. Ладно, не все. Но все равно. Почему? Крюшка моя. Я сяну в машину. Иди, иди, иди гуляй. Очень хочу, чтобы мне это помогло, потому что очень не хочу пить року там. Сейчас начнется декабрь, а это месяц очень насыщенный в моей жизни, потому что у меня Дерея, у Вивьены Дерея, у нас со Славой будет 4 года, как мы вместе, плюс Новый год, ну, понимаете. Ну, как бы, пить антибиотики тупо. Лучше пить вино в этот месяц. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Поэтому я в любом случае сейчас не начинаю пить антибиотики, не начинаю настраиваться на року танк, который мне надо будет пить год, но она меня, в принципе, своими словами, можно так сказать, успокоила. Она сказала, что в этом ничего страшного нет, что... Я говорю, почему год? Ну, почему год? Почему так много? Почему кому-то 4 месяца пить, кому-то полгода? Ну, блин, почему год? Она говорит, что, типа, ты будешь пить год в маленьких дозировках, и это хорошо тем, что у тебя не будет сильных каких-то побочек, максимум губы будут сушиться. Ну, даже если кожа немного будет сушиться. Ну, по сути, у меня и так сушатся сейчас губы. То есть, прям даже по краям. Я не помню, когда у меня такое было. То есть, я прям ощущаю нехватку витаминов в своем организме. И она говорит, типа, ну, подумаешь, что, блин, сушится. Ну, помажешь кремом, помажешь, там, гигиеничкой губы. В этом плане, окей, я с ней согласна. Реально, у меня бывает кожа так сушится из-за всяких мазей от прыщей, которые я использую, что, как бы, лучше я буду использовать постоянно какой-нибудь классный крем для увлажнения лица, чем тонную, блин, тоналки замазывать прыщи. Ну, да. Она сказала, что ничего страшного нет, мы уже 30 лет лечим этим препаратом. Рокутан. Я говорю, ну, блин, вино пить нельзя, да, алкоголь. Она говорит, ну, как бы, да, нельзя, но иногда можно. Типа, не часто, но иногда можно, просто в этот день не будешь пить таблетку Рокутан, будешь пить немного алкоголя. Типа, иногда можно, но не часто. Она сказала. Я думаю, ну, ладно, хорошо. Гипотетически, если я себе скажу, что я могу раз в месяц или два раза в месяц выпить вина, но только если пипец как сильно захочу, я проживу так год, проживу. Потому что вот эти две недели, ну, будем округлять, может быть, там 10 дней было, да, что я не пила вино, у меня вообще было норм. Абсолютно норм. Просто в какой-то момент я так что-то, не то что подсела на винишко, но я такая, о, ужин, прикольно. Приготовлю ужин. О, дома есть вино? Можно вместе. И, ну, в какой-то момент это у меня стало таким, знаете, типа, ужин без вина не ужин. Но когда я сказала себе, stop, don't touch me, просто вот 10 дней, реально, у меня была встреча, мини-встреча одноклассников, ребята пили вино, я такая, норм, мне вообще нормально не пить вино. Зато губы постоянно такого цвета, какого надо. Ну и, кстати, мой ужин стал намного короче. Когда я пью вино, мой ужин, мне кажется, длится часа два. Я очень медленно ем, смакую, серёжек, сижу и сижу. Без вина, это просто, знаете, села... Ну всё, пошли, то есть реально. Я думаю, вау, сколько времени свободного. Забыла сказать, так почему же я сегодня решила выпить вина? Декабрь. Я не говорю, что я буду каждый день пить вино, но сейчас начнётся декабрь, куча праздников, и я всё равно захочу тусить, кайфовать Новый год. В любом случае захочу пить вино, поэтому ни на каких антибиотиках речи бить не может. В январе? Окей. Это в том случае, если мне не поможет гомеопатия. Короче, гомеопат сказал вот что. Сейчас я начну пить вот эти вот шарики заряженные, которые как раз-таки должны работать на мою эндокринную систему, всё нормализовать. И он сказал, что может быть такое, что будет ещё больше прыщей, чем было. Потому что, типа, всё будет выходить. Если их будет больше, чем было, это хорошо, значит, всё работает как надо. Потом, типа, их будет меньше. Мне говорят знакомые, что результат от гомеопатии, который я должна увидеть на себе, он должен произойти достаточно быстро. Ну, типа, за две недели уже будет, ну, уже должно быть ясно, понятно. Я реально на это очень рассчитываю. Я понимаю, что кто-то может в это не верить, кто может к этому относиться скептически и думать, что медицина на первом месте. Я базара ноль вообще. Но я решила для себя так. Я решила, а я так сделаю. Тем более, что мне мешает, да, кто мне мешает, кто мне указывает вообще попробовать и посмотреть, что будет. Хуже точно не будет. Хуже, чем от того, что пить год рокутан, но не будет. Так что вот такой у меня план. Если мне не поможет гомеопатия, то, скорее всего, с января я начну пить антибиотики, а потом буду год пить рокутан. Потому что я просто уже не знаю, что делать. Я девушка незамужняя. Дети в мои планы в ближайший год не входят, в принципе. У меня куча дел. Куча дел, столько дел, столько дел. Вы знаете, у меня там ремонт горит. И вообще идея поменять свою жизнь. Мне бы хотелось это сделать без ребёночка на шее, скажем так. Хотя я бы не прочь, вы знаете. Я не прочь, я детей люблю. Вот. Ну и ещё, конечно, я грущу из-за своей кожи. То, что в ТикТок тоже некрасиво получается. Вы знаете, как я ТикТоком горю. Тут из-за того, что у меня была чистка, всё лицо было в таких корочках. У меня не то, что не было желания снимать. Ну, не было, конечно. Я же вся прыщавая. Зачем такое снимать? Сегодня я сняла раз, два, три, четыре, пять ТикТоков. На этом я с вами прощаюсь. Пойду смывать макияж. Или, может, ещё поснимаю ТикТоки. Не знаю. Но у меня сейчас режим плюс-минус налаженный. Поэтому, наверное, я сейчас смою косметику. Приберусь на кухне. И пойду монтировать этот влог. Потому что, мне кажется, я вообще его нереально. Мне кажется, смонтировать это просто какой-то конченый франкенштейн. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно оставляйте комментарии. Я всё читаю. Для меня очень важна ваша обратная связь. Ваш коннект со мной. Вы знаете, я вас люблю. И чуть не забыла. Одно из таких самых важных. Сегодня. Ну, для вас вчера. Короче. Сегодня просто пятница у меня. Да? Когда я снимаю. И пятница. Чёрная. Девочки мои. Чёрная. И это значит, мы с Кариной сделали скидку 30% на наши пресеты. Прикиньте. Я вам даже скажу, сколько они стоят теперь. Вы и так уже всё знаете. Я оставлю ссылку в описании на наш сайт. И, конечно же, вот сам промокод, который вам нужно ввести, который даст вам ту самую заветную скидочку. Итак, наш первый пакет Бести. 10 пресетов в коллекции. 1540 рублей стоил. По промокоду стоит 1078 рублей. То есть, ну, блин. 480, сколько там, рублей скидка. Пакет Natural. 6 пресетов в коллекции. Стоил 700 рублей. По промокоду 490. Мои хорошие. Кому не нужны пресеты, у кого они уже есть, то пропустите это. Можете уже выключить видео, потому что, в принципе, я с вами уже попрощалась. А кто ещё не приобрёл наши пресеты и хочет их отхватить по скидке, потому что вряд ли у нас будут ещё такие большие скидки. Ну, я не знаю, в Новый год. Не знаю. Пока, да. Давайте не будем загадывать. Вряд ли скидка будет сильно больше или вообще будет больше, чем 30%. Короче, если надо, берите. Не надо, извините за ваше беспокойство. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока.